Первое сентября не за горами, а это значит самое время проверить готовность школ к новому учебному году. Так в Дербенском районе межведомственная комиссия представителей МЧС, МВД и Роспотребнадзора побывала в 25 образовательных учреждениях. Проверяли здания на противопожарное санитарное состояние, а также на качество проведенных ремонтных работ. Патимат Ханапова расскажет далее. Медицинские кабинеты, теплые санузлы, ограждения школы по всему периметру. Все новые требования федеральной власти в Чинарской школе уже исполнены. Да и так называемые старые, такие как пожарная безопасность и санитарное состояние тоже приведены в порядок. Специалисты положительно оценивают проведенную работу в этом образовательном учреждении. Конечно, очень много проблем. Они всегда были бы, есть и будут. Но мы все, что возможно, с коллективом вместе, с моими техническим персоналом, с моими замами, всеми садовниками, дворниками, рабочими постарались. Мы готовы встретить детей. В этом году у нас будет около 600 детей. Хотя школа расшитана на 300 учащихся. Ну что тут поделаешь. Тесноте, да не в обиде, но придется принимать детей. Готовы и встретим. А тем временем в Диричубанской СОЖ все намного прогрессивнее. Помимо ремонта школа будет снабжена и современной материально-технической базой. Учебное заведение попало в федеральную программу «Современная школа», что предусматривает создание цифровых центров на ее базе. Совсем скоро сеть «Точка роста» предоставит оборудование, начнется прием детей. Их будут учить техническим и естественным наукам, что позволит уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами. Конечно же, объем работ выполнен огромный. Были предусмотрены средства в бюджете района на проведение этих работ. И согласно утвержденным планам, план-графикам, эти работы на сегодня большинстве случаев выполнены. Процесс по созданию сети «Точек роста» продолжится до 2021 года. В Дербянском районе же планируют открыть еще три центра. Эксперты отмечают, что они станут для многих наших ребят реальной путевкой в жизнь и помогут сформировать у них современные технологические и гуманитарные навыки. По тематам Анапова, Мурат Бекбарцев, Новости ННТ, Дербянский район.